ну что друзья всех приветствую у нас 4 ноября 2023 год 7.57 а в общем друзья сегодня мы едем на уборочную соевых бобов вот точнее ребята уже поехали они там готовятся мы сейчас заводим наш жундир позавчера значит был дождь видите на бригаде еще нужен так а мы как говорится времени не теряем заводим наш жундир прогреваем и как бы едем с прицепом перегрузчиком вот у нас два камаза сегодня у нас будет молотить по лесе по солярию в принципе у нас что-то сделать вот так сейчас под топливо у нас все хорошо заправки трактор не нуждается вот так я предлагаю потихоньку выдвигаться друзья цеплять прицеп перегрузчик вот мы значит друзья мы будем стою вывозить пока что старый элеватор вот вот этот вот элеватор вот сказали как только забьем вот этот элеватор сразу же будем вновь и сейчас цепляем перегрузчик мой любимый так так цепляем бомб гидравлику так и в принципе можно сейчас будет выезжать на пули на ней технику хорошо слышно у меня поехали 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 по я в в в в в в в в пули как я ненавижу сюда поворачивать из-за того что тут у машины после этого сейчас повернем для прицепа переключения выезд все поехали не знаю насколько будет это видео но мы за целыми должны хотя пол поля смолотить о видите уже там КАМАЗы топливозаправщик Мишка топливозаправщики так что заворачиваем не знаю что по погоде но агрономит сказал что молотит так что вроде уже подсохнут вот он наш палец на перегрузчике встанем на комбайн да и наш работник начнет молотить а я пока что проверю перегрузчик так на ручник ставим Играет музыка. так друзья ну что я пока узнаю что там у лёшки так друзья пока я там гулял лёшка говорит что мы уже как бы бункер заполнен поехали вот в общем друзья лёха говорит вот в том крае поля очень хорошая урожайность вот лёшка тут попробовал друзья сейчас надеюсь лёшка не обидится что я покажу задержусь сначала тут друзья попробовал видите вот здесь доехал вот тут вот потом он тут немножко подзастрял тут очень влажно вот сейчас уже 946 там лёшка немножко тогда поломался так поехали все вот мы можем даже тут тоже зреть короче здесь урожайность 50 60 процентов урожайность там 125 в том крае поля ну вот там уж 53 километра в час едем нормально ну поле в принципе грузировое здесь 3 и поэтому можем себя позволить только ехать лёшка по периметру проехал м м а кстати лёха сказал что счет медов по работе но никогда на полете не работал и урожай я никогда на полете не работал и нам дадут сегодня поработать на полете вот кстати ходит подсолнухами перегрузчик не сильно слабо подсказать по своей проекту вот нам если честно хотели дом 500 еще сюда но я сказал что так разгружается сейчас мы друзья проедемся на конвайле так вот туда отгоним а ну ка я зафиксирую вот это вот все разогрузили теперь давайте отдаем когда вот скорее всего как грустное тренд вершлось то как в тренд как в в будет господи но так бежать на тракторе или лёшка будет на джиндере но лёшка сказал куда то убежал так нам надо трубу так поехали лёха конечно я не без понятия как лёха смотрит тут же это хреновина мешает смотреть ага вот друзья видите вот это зелёное это сто двадцать пять процентов показывает лёшку лёшку главное что я потом добежал до края перегрузчик ну и десять километров в час мы едем так там еще потом убирать кукурузу короче говоря лёшку музыку не могу никакую послушать так как ютуб забанит ну да я и куда что под собой не брал в машине лёшка сказал можно по периметру пройтись будет лёшку а дальше кукурузу так я лёшку кукурузу и да на сколько будет я планирую на час полтора Вот еще вроде бурьянчик, да, или нет? Да нет, вроде бурьян. Короче говоря, урожайность такая себе. Не знаю. Конечно, я за то, что два комбайна здесь работало. Вы скажете, а почему джинбер не работает? Потому что хозяйство решило, а давайте мы возьмем жатку кукурузную, ну для початка. Давайте мы возьмем жатку кукурузную, а на черном жатка для... Извините. На черном жатка для зерновых. Вот так хозяйство решило. Вот поэтому у нас по лестнице он работает здесь. А так бы работал еще и Джонни Диер. Но посмотрим, может в конце этого года возьмем его, пикало, 50%. Может в конце этого года возьмем жатку. Минкерок-то тут быстро набирается. Сейчас мы по периметру, друзья, проедемся. А я не пойму, куда Лёшка-то делается. Потому что он как раз там на тракторе будет. Ну я там попросил Лёшку, давай я на комбайне прокачиваюсь. Лёшка сказал, ну давай мне лежать, как ты. Вот. Я думаю, через неделю будем подсолов уже убирать. Уже, ноябрь. Да и ж бы снег не пошел. С холодным, друзья. У меня тут даже тут лидер рог какой-то стоит. Вот. Кукуруза там тоже созрела. Короче, все поля созрели. Проблема только влажное зерно. Я не знаю, в данном случае не ездил, не ездил. На кукурузу проверял, не проверял. Как он ладует. А, на 80% нам нажать. Сказал, голосовой помощник. У, Лёшки, голосовой помощник. Все, все, как надо. Мегалки даже. Кукуруза там уже включились. Ну, точка, съехали. А, кстати, друзья, потом начать-то думать объединить эти два поля и сделать как одно большое. Вот, видите, тут же такая, это, трава, считайте. Запахать или закутировать вот это вот все и делать одним полем. Не знаю, хорошая это идея, плохая, но... До конца не дотянем. Чуть-чуть оставалось до конца. Так, ну теперь надо меня что, звонить, Лёшки? Спрашивать, где он там? Такую, друзья, подцовываю. Да, сейчас позвоню Лёшке. Вот он. Так, опять идёт. Вот он, мой Джон Дир, я его уже вижу. Короче, немножко где-то потерялся. Сказал, я скоро буду. Сейчас еду разгружаться. Комбайн закрыл, заглушил. В общем, мне пришлось самому бежать. Фух, Джон Дир. Кровь, Лёшка, конечно, почти, да. Так, поехали разгружаться. Там, лёди, уже Лёшка. Так, друзья, если что, не обращайте внимания, что... Вот в этом зеркале, чёрное, видите? Это бак такой, это бак самой карты. Видите, что в зеркалах всё чёрное. Это бак на Олгородовке. Так, что... Вот именно приватная версия есть. Так, всё, ну, поехали. Разгружаться. Уже Лёшка, скорее всего, комбайнер прибежал. Да, скорее всего, Лёшка уже комбайнер. Потому что я его глушил, комбайнер закрывал. Ну, закрывал, нет, ну, душе. Сейчас, друзья, уже по периметру за кадром пройдёт. Мы уже будем включаться, когда начнёт загон включить. Так, к сожалению, нет больших нормальных карт. Вот тут зеркала нормальные виды. Так. Что тут такой бак? Эй, тут зеркала нормальные. Откружаемся, откуда-то и нет, комбайнеры. кстати вот это тоже поле говорили будем покупать тоже объединили короче друзья хотят из нашего малого поля не учатся это вот этого поля не огромное здесь 100 гектар здесь 65 108 эти два поля оба по 108 все 19 тонн вот сюда пожалуйста приносимся я хорошо было клипу не сидеть и кач не пришлось но надо лёху разрушать вот так вот это друзья третий бункер мы уже едем это уже третий бункер это уже третий бункер да конечно немножко грязючка конечно есть небольшая но уже не такая огромная такая большая как первые после дождя нам кстати говорят что мы целины вроде будем рисковать бдм друзья как там рисковка целины вот и вроде агроном говорит что меня отправит тормозить ну не знаю пойду я не пойду на рисковку но это естественно уже после уборки там рисковать нам надо будет 200 гектаров так выезжаем на дорогу так 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 вот так вот третий бункер команда у нас вот там стоят кстати друзья я только сейчас заметил что это еще одно поле стои которые делался день это получается это поле тоже сои но у нас благо одно поле стои поэтому нам не придется особо так долго заморачиваться думаю за сегодня управимся сои может и не за сегодня может быть еще за завтра но должны управиться и так друзья лёшка решил грузиться там на страну насколько четыре бункера 28 тонн наверное до полного добьем или тоже эти четыре бункера сейчас в канал грузили его я посмотрим в общем обошли мы по обошел лёшка по периметру поля дальше отмена камаз вот видите лёшка погнал решила вот так ходить посмотрим так а мы все друзья едем выгружатку вот уже как бы и пол одиннадцатого вверх вот мы работаем со скольки 9 и 10 утра так откидываем друзья мои руб так 4 бункера 4 бункера 5 бункера это как бы я второе все мазники полные один камаз полный мы заезжаем на поле к лёшке возможно даже мы проверим сейчас на камаде посмотрим еще посмотрим сейчас когда лёху разгружать 11 км в час и 1 никуда Смотрите, как легко будет разворачиваться. Да, что ли, он будет разворачиваться? Да, он так будет ходить. Ну, логично, она зная. Да, боксует, боксует, Лёха. Так, это значит, что мы можем доезжать вот сюда. Ну, Лёха сначала, значит, вода-то уберёт. Так. 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 Скоро были, наверное, спарты ставить на dzieлдере. Сейчас, наверное, бункер заберем у него и проедем, проедем, прокатаемся на Камаль. И, конечно, сюда нам второй комбайн. Она вообще замечательная, но... Идем и так хорошо. 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 Идем и так. Идем и так. Идем и так хорошо. 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 Идем и так. Идем и так. Идем и так хорошо. Идем и так. Идем и так. дорога дорога видите вся разбита, убита, да никто ее не собирается делать короче, у нас, друзья, план такой, забить полностью старый сначала элеватор, то есть 400 тонн, а потом уже на новый переключаться может быть понемногу высыхает посмотрим сейчас кстати, друзья, если что, здесь бак, а здесь невидимое колитие здесь не покупают такой товар, как как соевые бобы отлично, хотя, друзья, что, сразу встали и всталия сразу в новой туриз ну а так, понимаете, да дальше, конечно, еще вам позвонили программону прошу, но уже все потери нет ну и если тут не загружают товар, такой, как соевые бобы ну сейчас, секунду короче, позвонил агроному тем временем, у нас уже один это часов дня агроном сказал, что я высыпал тогда в этот новый элеватор попробую загрузить туда, не загрузить, поскольку мы сейчас узнаем у нас есть предположение, что старый элеватор заполнен полностью так, на весовую давайте заедем так, добро, давайте откроем ворота мы будем пробовать сюда высыпать целью не знаю сейчас некуда будет или ее вот сюда, в этот ангар высыпать ой, 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 бабанька вот так, выгрузка, идет соевые бобом, друзья короче, это означает только что что-то с элеватором у нас у нас 33 может у нас полностью пшеница забит элеватор агронилу продавать короче, друзья, не знаю, что это хрень, но надо будет нам лешить но этот элеватор вряд ли мы полностью забьем тут 5 миллионов стол все, едем обратно в поле, я на серегрузчик ну, странно, короче говоря агрон сказал, что зазвонится с теми людьми, кто заведует этим элеватором то мы его оставим может что-то там, да, терзан скорее всего, переполнен элеватором это все все, на другую причину не может быть я побежал к перегрузчику, где там агронил 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 застрял друзья застрял и чё теперь делать также задавайте полторы тонны застрял комбайн видимо врядь какую то уехал попробуем джон джон дирам все сполкнуть его как бы я не знаю да конечно давайте подробно сейчас вот эту тонну выглядеть он будет застрял или подцепить перегрузить толкнуть джон дирам ну а я только такой вариант да давайте тогда знаем что отцепим сейчас перегрузчик в магазине давайте отцепляем перегрузчик так попробуем толкнуть джон дирам ну а какие еще варианты и 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 12 часов. Вот такая буханочка, на которой мы разъезжали. Вот. Мы продолжаем работать. В общем, выехал комбайн. Вытащил я. Оказалось, у меня... У Лёшки оказалась там лебёдка где-то есть. Ну, не лебёдка, а трос. Вот. Троссом вытащили. Слава богу, земля. Не прям, такая мокрая. Вот, короче говоря, сейчас Лёшка будет заводить комбайн. Я поступил обратно в рецеп-перегрузчик. Короче, все пообедали. Всё супер, всё хорошо. Продолжаем работать как бы. Продолжаем работать. Не знаю, сколько ещё будет длиться серия. Я чувствую. Полтора часа так точно. В общем, Лёшка я сделала ещё один прокос. Вот так, чтобы больше не застревать. А мы давайте проведемся рядом Лёшкой. Так, есть комбайнер-пчёрт. Субтитры субтитры Разучился уже с комбайном, в паре работать. Вот так вот. Все, работаем. Мы даже, я вам скажу, половины поля не сделали. Мне как-то туго идет уборочная у нас. Не боится того, что один кабайль или не есть. Спасибо. Спасибо. Хорош. Хорош. Помню на кошмаке, то с чем-то гектар было и то, три комбайна шиндировали. Здесь же 110 гектаров сто и один кабайль. Кончено как-то сделано. Придумано. Ну, возможно, может, еще какой-то один кабайль приедет. Ну, и не ахерный. У нас кабайль как бы есть еще один, ну, жадкий есть. Вот в чем проблема. Если бы компания есть, ну, жадкий. Есть только кукуруза. Есть только кукуруза. На херный. Меньше половины мы, даже половину мы поля не сделали. Но, конечно, тряска на поле, ну, ее почти нет. Тряска. На, registration, выпуски тряева, ну, ж aplонирование. Окей. ерьезно,walashing open, прямая кабины. Если бы компания не было, то клируем çocuğой, хочет поставить правильные упадания перестratos ягодirement無 crime. Когда queda, таким образом вынесите правильную... 階着急 meanwhile, будет при котором infant Gest grape моей ASS him. И ни цифра рулова, ну и ждем с тем, какое-то время не распределяем. Стрянет комбайн, стрянет. Стрянет комбайн, стрянет. Стрянет комбайн, стрянет. Стрянет комбайн, стрянет. Стрянет комбайн. 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 Разморачиваем 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 И проверим все рядом с комбайном Откуда там проходится, откуда там проходится Разморачиваем 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 Так, работай Разморачиваем так вот так мы едем рядом с комбайном на gps круиз, gps и все немножко только прибавим скорость вот так, чтобы пометки рассыпал вот так видно в любом случае мы наверное сегодня еще будем работать хотя вроде насколько я помню Лёвка говорил, я вот это да убираю все когда мы кусочек разбираем нежно посмотрим что они как-то уборочная туго-туго едет хотя может мне это кажется просто ах ты что двадцать однотон двадцать однотон ну сейчас сколько три бункера или два выгрузим ну 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 вот так, друзья, работаем в принципе сейчас мы сразу развернемся давайте поедем чтобы потом рядом с комбайном ехать так вот 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 ну там вот да Потом, наверное, на зиму или когда, ну, где-то, думаю, ближе к концу ноября спарты будут надевать на трактор. Вот такую грязь мы уже развели в конце поля. Так, короче, друзья, побежали к трактору. Короче, Лёшка говорит, что что-то там у него с комбайн. Конечно, у нас на сегодня уборочная будет завершат. Не знаю. Да и в Терри нам уже пора, скорее всего, заканчивать. Так. Угу. Да. Тоже, как быть, что-то смотреть, что у него там с комбайном этот проект доделает. Ну, я так думаю, мы на сегодня уборочную завершим. Или как? Ну, надеюсь, что мы... Ну, сейчас, не знаю, у Агрона надо спрашивать, как у Лёшки, что там звенит вроде бы. А так всё хорошо начиналось. Так. В общем, предлагаю сейчас меня отвозить в КамАД. и, как у Лёшки, я не знаю, что мы Лёшки сейчас Елёшка поехал. Вот здесь ученица. Уже всё пооткрывал. Хм. Позвонил очень огромным. Потому что добить вот этот вот участок, вот этого вот. Ну, в принципе, и всё. Вот. На сегодня. Вот. Ну. Не знаю, что мы, Лёшки сейчас получили. Ну, может, добьём, не добьём. Она сказала бы, как бы, хорошо, добьём-то. Так. Открываем шнек. Дверь шнека трубу. Что грузим в этот КамАД. Вот так вот. Вот так вот. Так. Так. Там же у нас всё. Всё. Ой, дорогая. Ой, дорогая. Не знаю, что Лёшка там расскажет. Попробуй. Та-ка. Пойдем туда, встанем. Тх-х-х-х-х. Та-ка. Ну, на этом, наверное, серию было заканчено. Та-ка. Та-ка. А может, я сейчас пойду, прочитаю лёшку, пока сюда встану. КамАД. ЩНТК. О, встанем. ДжинДер отдыхает. Ну, пока что. П���рогрючком, кстати, кто не заметил, у моего перегрузчика колеса поворачиваем. В общем, что-то о Гармал мы сказал, будем думать. жадкая возможно возьмем и не ходить короче лёшка сам не знаю чем проблема но сценики уже немножко все пооткрывал я все что можно открыть открывал когда вы решка барин какой то звук непонятный точнее когда включен жал не нравится лёха говорит что у меня этот звук в иглу говорит все нормально закроем крышку все нормально нам тут осталось хер да ни хера агроном сказал вот это убрать все на сегодня короче говоря не знаю пока что делать то ли ехать домой то ли ждать приказов агронома поделаю фоточки красивые фоточки с убором уборочной и буханочку закрываем короче не знаю посмотрим делать но пока ничего пока ждем друзья такая вот так вот такая вот беда случилось это палец какое то палец я тут что на кошмаке с ним постоянные проблемы не знаю что он здесь короче говоря я тяду пока что я трактор погреюсь так как холодновато что на улице короче короче вроде решили проблему вроде бы сейчас прогреваем комбайн вроде по ходу домолотим значит сажать перегрузчик и еду так как говорится на сантиметре полчаса да и мы сколько мы разыгрались неизвестная проблема неизвестная но когда он домолачивает вот этот кусочек там уже вроде новая шатка джундирах нам будет скоро идти тринадцатиметровая ну посмотрим джунди уже джундира тут будут работать завтра тут видите мы уже тут грязи налетили так ждем тогда лёшка пускай заряжает если все нормально так ждем в общем я заработал полез так давайте мы ждем не знаю что что ну в общем я наверное буду снимать только выгрузки так как здесь ничего особого я могу посидеть вкап что-нибудь почитать ну все сейчас это забьем и поедем домой и как так и в в в в в в в в теперь то есть сейчас это зальем и все а завтра уже начнем вот это вот надеюсь к нам джоннир уже приедет потому что с политикой какая-то хер произошла самое интересное все в норме а что-то звенело так как колокол короче мы не знаем что это было но оно само собой починилось так опять нигде на развороте но убрали мы нормально я бы не сказал что половину прям убрали но даже мы не половину убрали но где-то но где-то Опять ждем Опять все поклассники Подъезжаем к комбайну Подъехали Ставим круиз-контроль на 50 метров пчел Подъезжаем под трубу Ставим GPS И все И все друзья И вот так мы едем Вот я конечно мог Поздать, постоять Пока комбайн наберет бункер Но зачем? Зачем заниматься фигней Когда можешь поработать Потом отключаем GPS Сейчас он на руках Отключаем ключ-контроль Поворачиваем рулю влево И едем на свою позицию Все очень просто Короче друзья Обязательно к нам две Мы закончили Вот этот клин Сейчас Загружаемся в перегрузчик Я не знаю Я Лёшка напрямую КамАЗ грузит Я без понятия И едем домой все Трог комбайна нет В один комбайн Не, в один комбайн мы могли поработать Да, но он ломучий То есть он очень сильно ломается Так Очень часто ломается комбайн Можно было в теории в один комбайн Поработать Но, опять же, я сказал Часто сильно ломается Все Все Едем загружать Трог комбайн Развернуться здесь Адекватно Вот и на этом все И заканчивать Я сразу выгружу Друзья И поеду на бригаду Мне Мне основной да Так спешить некуда Но все равно То есть я сейчас там загружаюсь и Едем на бригаду А, скажу больше Там Лешке потом еще завтра Вот это надо добить Там, да Ну а надеюсь Как Агроном сказал Что возможно Будет жатко Ключевое слово Возможно По листе Он хорош комбайн Да Но у нас Он почему-то Ломается Он еще и б.у.шен Он на чем Стану Ну так что Чему я тут удивляюсь Раз комбайн б.у.шен Могу в принципе Сразу откинуть шнек Что Первый комаз мы забили Забили там полностью Но там еще Есть немножко место Давайте Догрузим И так в основном Во второй комаз Все Все Угу Поехали, друзья, на базу, я потом на буханке сюда приеду. Вот это все на сегодня, в принципе. Полтора часа, как я и думал, видос будет где-то полтора часа. Надеюсь, я его случайно не удалил, как с кошмаком это было. Я тоже записал на кошмаке полтора часа, я случайно его удалил. Вот так вот, друзья. На сегодня с куборочным все, в принципе. Ждем жатку, потому что с этим комбайном работать реально сложно, ломается. То ремень там отхреначился, то непонятно, что ремень там... Ну, короче, там, да. Так, я думаю, я даже перегрузчик не буду цеплять. Поставлю трактор куда-то... Туда поставлю трактор. Возле вот этого КамАЗа я даже перегрузчик не отцеплять, в принципе. А смысл есть, если завтра мы все равно в поле на уборочную. Хотя, на навеску отцеплю перегрузчик. Кстати, КамАЗ этот что-то не... Сегодня не поехал к нам. Так, куда встать? Так, и мне давай, перегрузчик я сюда, встанье, встанье. Встанье, куда-то мы сейчас встанем. Так, цепляем перегрузчик, в принципе, что-то на навеску. Все, Джиндер, отдыхай сегодня. А на этом, друзья, все. Я побежал сейчас с тяду в буханочку на буханке. Поеду. Клешки. Как всем остальным. Вот. И на сегодня как бы все. Так, только еще вспомнил, где буханка. Я, А, 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 Там, Кутанка. Абберджи принесла. Наша общая пуханочка. Поехали. Вот я Джиндер припарковал только друзья, потому что если поезда домой, я, как мне, к Лешке домой. Что, у меня смысл уже на джинберге было, когда мы оставаться, я вышел. На машине заодно не ложку подпили. Хотя Лешка на комбайне, короче говоря, охота на буханке прокататься. Вот, друзья, в принципе, и все на сегодня. Ждем завтра жабки. Вот. И завтра, надеюсь, если будет хорошая погода, попрем с новыми силами. Меня, наверное, уже потеряли, да? Все, друзья, на этом все. Я буду, наверное, прощаться с вами. Я сейчас с Лешке помогу отцепиться, перецепиться, и все. Вот. Час дня. Вот так уже поработали. Ну и все, не мою фигню сделали, друзья. Надо бы, наверное, завтра начинать уборку. Еще Лешке вот это убрать. Короче говоря, да. Работа здесь не в провороте. На этом все. Встретимся с вами в следующей серии. В следующей завтра. Вот. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok